Влиятельных чеченских воров в России больше чем славен. За последний год от рук силовиков очень сильно пострадали славянские воры в законе. Из-за принятия нового закона о занимании высшего положения в преступной иерархии, многие авторитеты были вынуждены покинуть Россию, в то время, как чувствующие себя в безопасности влиятельные законники остались, и были арестованы. Одними из последних, кого коснулась данная статья, это Олег Шишканов, Шишкан, и Константин Найбауэр, Костяканский. Зато теперь влияние на российские регионы могут распространить чеченские воры, которые действительно чувствуют себя в безопасности не только в Чечне, но и Москве. Почему именно так сложилось, сейчас не ответит никто. По словам источника, в Чеченской республике в данный момент постоянно проживают такие авторитетные законники, как Гелани Алиев, Гелани Седой, Азиз Батукаев, Азиз, Ислам Эдиль Гиреев, Ислам Большой, и Ахмед Домбаев, Ахмед Шалинский, недавно освободившийся из тюрьмы. Еще двое авторитетных чеченцев, Хусейн Ахмедов, Хусейн Слепой, и Абуд Автаев проживают не на территории России, но имеют влияние и на постсоветском пространстве. Как говорит источник, чеченские законники, несмотря на воровской статус, чтят свои обычаи, и поэтому как такого единого лидера среди них нет. Зато есть уважаемый не только в криминальной среде, но и у обычных граждан, криминальный авторитет Казбек Дукузов, который играет довольно большую роль в криминальном мире и является хорошим другом Гелани Седова. Именно Дукузов решает вопросы и разногласия между представителями чеченской диаспоры. Воры в законе уважают его и прислушиваются к мнению авторитета. Криминальный авторитет Казбек Дукузов Сейчас Казбек находится в международном розыске за подозрение в причастности к убийству журналиста Пола Хлебникова в 2004 году. Но несмотря на это, по некоторым данным, Дукузов живет в Чечне и руководит многими процессами. Теперь, возможно, с устранением силовиками славянских смотрящих, может составить им конкуренцию на территории России, о чем уже не единожды упоминали СМИ. Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал. Оставляйте ваши комментарии, обсуждайте статью, а также делитесь в социальных сетях.